По судьбе я волевая женщина, по женской линии мама, бабушка, прабабушка, все волевые, работящие, одинокие. Я в браке 22 года, отношения с мужем хорошие, доверительные, муж слабый, безвольный, трусливый, ленивый. Видите, вы связываете болезни своих организмов с вашим поведением. Не надо таких связей сильно устанавливать, нужно просто лечиться, нужно лечиться. И в целом, вот часто люди думают, смотрите, то есть, когда прилетел сюда, я обычно в вибрации самолета снимаю в бане. Сначала горячую воду наливаю, потом холодную, и так снимаю вибрации эти, которые в теле сидят от самолета. Вот, и я когда мылся, я положил, слушал лекцию своего наставника, положил мобильник рядом с собой, и когда я там двигался, волна прошла через мобильник, и динамика закоротила там как-то, и это, перестал звук идти. Вот, это системная проблема. Эта проблема означает, что мобильник находится в воде. Искать эти контакты, все связи и налаживать их, это не моя работа. Понимаете, так часто люди думают, вот какую черту характера мне надо исправить, чтобы у меня прошла, допустим, какая-то опухоль. Понимаете, на этой стадии развития заболевания уже поздно исправлять черты характера. Потому что просто своей силой, характера своего победить опухоль практически невозможно. Это просто, ну, сказки для детей. Ну, то есть, чтобы ее победить, нужно ее или вырезать, или ее как-то лечить по-другому, очень интенсивными, какими-то активными способами. Понимаете, то есть, так человек должен бороться с болезнями. Есть в целом, как бы, три способа. Если болезнь не слишком запущена, надо работать над телом. То есть, нужна зарядка, правильное питание, свежий воздух, природа. Потому что сила природы может вылечить человека. В целом, как надо действовать. Желать всем счастья. То есть, в целом, понимаете, я говорю о системе. Если бы не было воды, не было бы проблемы в мобильнике. Понимаете, то есть, надо систему менять в целом. Некоторые думают, я вот такую черту характера изменю, у меня раз, все рассосется. Если вы в грязи находитесь в целом, измените вы черту характера. У вас не хватает просто силы жить. Если не хватает силы жить, организм не может вылечиться. Толку того, что вы работаете над этой чертой характера. Надо в целом очистить свое существование. Это означает правильное питание. Правильное означает меньше мяса, меньше пива, меньше водки, меньше жареного. Уже потом, дальше, следующий этап. Сначала хотя бы мясо и вино убрать, и сигарету. Это первый этап. А потом уже дальше, как бы, стремиться пищу сделать, ну, не такой интенсивной. То есть, иногда организм не справляется с сильно острым вкусом. Или пережаренная пища, или очень соленая. Там, убрать вот эти все излишества. Дальше. Некоторые люди пытаются, курят и пытаются питаться без масла, допустим. Потому что масло влияет плохо на здоровье. Это же бред, просто бред. Ну, то есть, если ты куришь, значит, ты уже не можешь быть здоровым по определению. А человек курит, потому что он напряжен, ему надо снимать напряжение. Почему он напряжен? Потому что он не туда в жизни идет. Не той дорогой. Когда человек идет в сторону внешнего счастья, ему надо много работать. И сердце ему подсказывает, не надо туда сильно так лезть в эту работу. Это тебе не поможет. Как оно подсказывает? Напряжением. Человек не туда в жизни идет, его напрягает. Туда пошел, расслабило. То есть, как только человек идет туда, куда надо, ему уже курить не так сильно хочется. Он сам бросает. То есть, надо менять направленность жизни сначала. Это лечение правильное. Поменять направленность жизни уже легче жить станет сразу. Легче жить, болезни не развиваются. Но это на предварительном этапе. А если ты уже болен, у тебя там онкология или, допустим, тяжелое хроническое заболевание, то тебе нужна помощь врача уже на этом этапе. Параллельно меняй свою жизнь. Но лечиться надо немедленно. Потому что, если ты не будешь лечиться, ты можешь просто уйти из жизни. Понятна система, да? То есть, лечиться в официальном медицине тоже хорошо. Что такое официальная медицина? Это фактически экстренная помощь. Она основывается на этих методах. Блокировать ситуацию просто. Желчь накопилась в печени, ее надо выбросить оттуда. Запор надо сделать так, чтобы пошел стул. То есть, обычная медицина, воспаление снять, воспаление. То есть, это просто блокирование ситуации. Это тоже хорошо, если ситуация накопилась, надо ее блокировать. Так? Тоже хорошо. Но параллельно надо контактировать с тем, что помогает надолго. Это солнце, вода, земля, воздух, деревья, трава и так далее. То, что дает здоровье. То, что создано Богом, дает здоровье. То, что создано человеком, что делать со здоровьем? Разрушает его. Вот мы что сделали? Каменные джунгли здесь. Нет практически деревьев. Это разрушает здоровье, напрягает человека. Надо ближе к природе стараться жить. Хотя бы дома растения насажать себе. Если на улице невозможно, посадите себе дома растения, травку. Пускай она растет у вас там разная. Уже будет легче жить. Больше силы.